Царю небесный, утешителю души истины, и живи с детства, и вся исполняя сокровища благих, и жизнеподателю принесились вны, и очистены от всяких скверны, и спаси блаже души нашам. Господи, молим Тебя, благослови наши занятия. Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево от истины. Прибудь с нами в этот воскресный вечер. Хвала Тебе, чести и поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Тебе, как мне вот эти контакты добавить? Андрей Ложкин здесь. Раньше было так вот, а перетащил, он добавляется. Ты вроде бы отключал просто Ложкина, вроде бы видно было. Ну, надежда, благослови, вот Артюшкин, надо, чтобы другие подключали, да. Вот Сергей Игнатов, как вот его сейчас подключить? Вот он у меня вот. И вот раньше вот так вот перетаскивал. Человечка с плюсиком на самом верху, в черном. Черная рамка. Может через нее подключить тебя? Это создание группы, так. Прямо самый верх, там человечки, маленький плюсик рядом с ним. Может быть так? Ну вот это, да. Но это так вот неудобно. У меня вот здесь вот слева вот здесь вот список. Да, новая программа. Я сам тоже к ней ничего не привык. Она тоже у меня вот появилась. А вы забрасываете в окно, перетаскиваете в окно, вот направо. Берите контакты и направо перебрасываете с общего списка. Ну, это раньше так было. Попробуйте сейчас-то. Так. Ну вот, раз. Добавился. Нет. Сергей Игнатов добавил. А ну попробуй, Сергей, попробуй, подключил или нет? Кого? Нет, не видно. Ну вот я его перетаскиваю, видите же, сюда. Он когда подключается, прям сразу с носка такая появляется. Подключен. Прям синенькая такая. Нет. Вот Дмитрий Юров, я его увидишь, так вот раз и нету. Он есть. Сергей Игнатов есть в группе, он просто не участвует. То есть он не подключился сам. Сергей Игнатов присоединился. То есть сами как-то присоединились. Как вы присоединяете? Да нет, ну я его только же попробовал, подсоединил. А, вы сами друг друга подсоединяете, да? Ну нет, просто же так можно. Я зашел через контекст-меню, раз-раз-раз и подсоединил. Ну добавил в руку. Так, ну вот добавляйте. Анатолий Менчик. Я сами подключаю, да. Вот Ольга Симоненко, Янис Лоцис, Елена Фауэр, Виталий Кайли, Николай Астахов. А Виталика нету. Очень неудобная программа. Вот они мне заявки делают, а теперь каждого так вот искать, и я никак вообще не могу поправиться с этой. Очень. А вот Сергей пишет, что попробуй на верхнюю полоску перетаскивать с фотоучастниками туда. Ну и так тоже уже пробовал. На верхнюю полоску куда? Вот, допустим, вот Элена Фауэр, вот куда ее тащить? Ряд вот этих вот наших иконок вот туда, да. Эти кружки, да. Что, появилась Элена Фауэр? Вот Экатерина. А попробуйте правой кнопкой по контакту, может там есть такая строка добавить? Добавить вызбранное. Это не то. Удалить беседу, посмотреть профиль. Вот у меня слева Ольга Симоненко. Вот сейчас вот, чтобы ее добавить, нужно вот... Я на месте, Сергей Павлович, я тут. Ну ладно, начнем. Кто не... Кого смог, добавил. Так. Тут вот, почему это вот красный значок тут торчит у меня? Кто тут? Кого-то не... Он сейчас... Это чат. Че, в чате-то пишут, что добавь меня, типа, обычно раньше что-то писали в новой программе. Вот как вот эту единичку на это убрать? Все убралось. Ой, Господи, помилуй. Наталья пишет, что она их всех добавила. Так, сегодня начинаем во имя Отца и Сына и Святого Духа Ами. Сегодня 3 февраля 2019 год. И мы продолжаем изучение пособия для бесед о вере с людьми различных убеждений. Второй том открытый муком Игнатия Лапкина. Продолжение. 12-я тема. Есть такая категория людей, которые говорят, но у меня нет никаких чувств. Как с ними разговаривать? Все чувства дает Дух Святой. Послание к Ефесянам. 1 глава 13 стих. В нем и вы, услышав Слово Истины, благовествование вашего спасения, уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом. Деяние 5.32. Свидетели Ему, всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему. Евангелие от Матфея, 10 глава 32-33 стихи. Итак. «Всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Прок Исаия 55 глава 7 стих. «Да он ставит нечестивый путь свой, и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует его, и к Богу нашему, ибо он многомилостив». Книга Деяний, 16 глава 31 стих. «Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой». Книга Откровений, 22-17. «И дух и невеста говорят, прииди, и слышавший да скажет, прииди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет в воду жизни дару». Вопросы какие есть? Нет вопросов. Игнать Тихонич, дополнения есть по этой теме? У меня нет никаких чувств, то есть их и быть никаких не должно, по идее, да? И это нормально, что если человек нерожденный свыше, то и чувство, это не отговорка, чтобы не следовать за Христом. Правильно я понял? Ну а какие у него должны быть чувства? Вот с ним, когда разговариваешь, и скажи, какие ты ожидаешь чувства? Мы проходим здесь, каркас только показан. А на этот каркас теперь нужно наращивать плоть. Вот человек, он говорит, ну как-то я видел верующие восхищенные, такие лицо светится там или еще что-то. Но это не требуется, и не каждому это дано. Ты только веруй, с тебя требуется веровать. А какие еще чувства? Не по чувствам Бог будет определять нас только, но и по делам спокойно ему постараться это разъяснить. И вот каждый стих, который здесь взят, других не было стихов найдено столь сильно, показывающих, что речь не в чувствах, а в жизни и в отзыве на твою жизнь, Господа Иисуса Христа. Делающий ему добро, он простирает руки. И поэтому заботься об этом. Вот гордость все приходит, когда молитвы нету. А когда молитва, и ты считаешь, прости меня грешного, Господи, бесчиславец и грешил, будь милостью ко мне. Да медленно считай, какая гордость-то, ты словами своими уже все очистил. У тебя ничего этого не будет. И нужно ждать откровения Божие-то. Вот прочитал даже толкование, а теперь посмотри, как оно согласуется с другими местами Писания. Ты должен Писание знать. Мы подряд прочитали все стихи, то есть я сказал, что такими-то снарядами можно зарядить, можно зарядить. Но это надо каждой тысячи целей из одного снаряда. Сколько людей тебя могут услышать? Правильно расшифруем это место Писания. А мы идем, я говорил, только надо иметь хотя бы записать это, а потом уже отдельно начинать работать по каждому типу людей. У него нет чувств. Ты припомнил себе, какие у тебя были чувства. Что послужило к этому? Апостол Павел говорит, я три с половиной года учил вас со слезами. И сразу скажешь, а когда я учил со слезами? А что это такое? Почему я должен глаза портить, плакать? Говорит, выплакал все глаза. Если не знаешь, проси, Бог устроит. Как не знаю? Я вот рассказываю про себя в Венспыце, когда был. Вечер верующие устроили, я первый год как обратился, 23 года. Сказали, там приезжает брат откуда-то, ему купили Библию. Я не знал про это. Потом. Вот они ждут, его нету. А я тут же сижу за столом. И тогда они вышли, братья там эти 50-ники посоветовались. И встал один и объявил, тот брат не приехал, поезда уже нету, его не будет. Видимо, какие-то случились непредвиденные причины. Мы решили, а я уезжаю в деревню. Я на корабле работаю, там идут навигационные. Вот здесь суббота воскресенье, а на корабле этого нету. Ты работаешь. И вот эти два дня, которые на неделе свободны, они приписываются к отпуску. А я нигде не мог Библию достать. Я домой поеду, я буду говорить, обратиться к брату, мать. Там сестренки, пять сестер придут к Богу. Я еще ничего этого не знаю. Писания-то нет у меня. И тогда решили так. А это Библия, сейчас, как помню, небольшая, каноническая, 1926 года издание. На желтой бумаге. Почему, тоже не знаю. Ну, Библию-то дали мне. А я в коридор вышел, и там висит одежда, как раздевались. Уже осень была, лед застывший. Я уткнулся в эту одежду, и весь вечер меня не могли туда бед заточить. Я стоял, плакал и плакал. Передо мной вся жизнь прошла. У меня ничего нету, я этого не знаю. И вдруг Библия, за которой гонялись, ездили такие тысячи километров, а мне даром дали. Я представляю, как я приеду, как буду читать. Так и получилось. Первая сестра Ирина обратилась, как она сидела там на крыше, пологая такая, как назвали у нас там, пригон. И считала она, а потом она пошла девчонкам рассказывать. У меня все это вот получилось. И потом в жизни неоднократно это было. Неоднократно. Слезы нельзя остановить. Час, второй, они просто текут. И ты плащешь и молишься о людях, которые отступили. А тех, которые были близкие, пали. И сделать еще нельзя. Это скорбь до смерти. Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Самая большая радость. И самая большая отсюда беда, когда дети твои умирают, сами избрав путь смерти. Ну, несколько раз было. Вот режиссер снимает фильм о мне. Он так. Глаз попиющего для второй крещения Руси. На нашем сайте этот фильм есть. Режиссер Юрий Николаевич Малахов. Нет, не Малахов, кажется. Малахин, кажется. Вот. И вдруг сообщение. Он поехал доснимать фильм в Шушинское. Малашин. Малашин, Игнатий Тихонович. Малашин, да. И вот. Мне известие пришло, он там умер. До этого он ездил с патриархом Алексеем Вторым. Один-единственный режиссер. По всей стране. Ну, и он талантливый. Его называли «Мозг». Киностудии «Опь» у нас в Сибирске. А он, когда приехал, у нас была одна встреча, и он обратился к Богу. И он всё это обратил на обречение московской патриархии. И в фильме так вот. Патриарх Алексей говорит Второй. А потом я говорю, как будто мы за одним столом сидим. Я его обличаю, там говорю. Ну, и пока он был в Москве, в это время у него сожгли дачу. А у него там все архивы были. Жена говорит, он там в гостинице, он упал и валялся, и плакал, и кричал. Всё погибло. Ничего нету. Ну, считает он, что именно те, кому это не угодили. Мафия. И вот поехал он в Шушенское заканчивать. Фильм снимал у них. И там его нашли в гостинице. В полусознательном состоянии или бессознательном. Увезли, и он умер. Я ничего не могу сделать. Мы близкие. Он готовился принимать крещение. Я ему отдал все свои дела, связи за границей. Он везде ездил. И вдруг его нету. А мы перед этим, он приезжал, только начали составлять план фильма «Оглашенный из Эдити». Таких фильмов не было. И он уже назначил, кто будет там. Глеб Якунин, Зоя Крахмальникова. Диссидентов всех нашёл, которые в тюрьмах сидели. Я говорю, оглашенный из Эдити. Священники первые должны выйти. Они Бога не знают. Они не хотят крестить. Они безобразничают. Но мы долго беседовали. Он в гостинице «Барнаул» был. Я приходил туда. И вдруг его нету. Это такой обрыв. Мне скажешь, я вот вышел на улицу. Я не могу остановиться плачь. Я зашёл в соседний магазин рядом. Как сейчас помню, два продавца. Они близкие, мне знакомые были. Продавцы. Продуктовым магазином. Они с двух сторон женщины сели. И у меня слёзы полотенцем вытирают. Вот вообразите картину. И дядька сидит с бородой. И две женщины. Плачут не они. Он их утешал обычно. А вдруг они его утешают. Почему? Это Бог дал. Такое сострадание. Мне казалось, ещё немного, и можно его воскресить. Мысленно так. Я не думал об этом. Вот так близок Господь был. А у Бога всё вымерено. Потом я стежу к жене его. Вот что это означает? Вот а чувствую или не чувствую? У меня нет никаких чувств. У продавцов никаких. А у меня есть. Вот есть такая книга. Отец Арсений. Она очень была распространённая. Про одного священника. Сидел в тюрьме. И какие люди остались у него здесь. Но это отдельный разговор. Но вот факт остаётся фактом. Он всё время обращал внимание. Исповедь идёт или не идёт. Не просто перечисление. Идёт или не идёт исповедь. Кто считал, тот знает. Вот эти чувства, которые давал ему Господь. Они переходили на людей. Я эту книгу насчитывал. И после этого, когда я эту книгу насчитывал, её стали слушать. Я её на магнитофоне раскрутил в плёнке. Все уплачутся. Вот у меня есть такое. Я в Латвии, в Венске, 52 года в пути ролик. Я пришёл на то место, где обратился. И упал на землю. И плакал, и молился. И мне говорят, тут мы слушали, с семьёй все плакали, и все молились. Какие у меня чувства до этого, когда был моряк, я сходил в город, ходил там в кино. Никаких. А теперь, теперь я весь там. Это начало новой жизни. Я узнал о Господе. Это любовь. Это слово Божие. Вот эти чувства приходят от того, что ты не сидишь на месте. Это прелюдия, которая была впереди, позади уже, что я уверовал, и сердце расположилось. Привела меня к слезам, к искренней постоянной молитве. Я говорю, как бы на три канала работаю. На одном я всё время молюсь. Это в голове. На другом я разговариваю с человеком в полсилы. Если тема простая, обыденная. На третьем я всё время думаю, составляю проповедь на сидёте сидеть. Это у меня одновременно идёт. Он говорит, как вы могли так много сделать? Это от меня не зависит. Это Господь делает. Я прочитал, это было у Юлии от Цезаря. У Ильяна отступника было. Вот такие люди, которые имели этот дар. Вот Наполеон, он давал указания, где битву начинать когда. Разговаривал с человеком, его бытовые вопросы решал, и одновременно составлял Конституцию Франции. Одновременно, притом, сидел, писал и одновременно отвечал. И всё время держал, как вот Алёхин играл на шахматных досках, там 70 досок, отвернувшись, не глядя. И там 72 уигралось, и 73 было. Сколько ходов. И он вспомнил каждую доску. Это что означает? Чувствовать доску, чувствовать фигуры. Простить надо Бога, не быть бесчувственным. Вот понимаешь, мы один стих первый берём, и он об этом говорит. Это в Духе Святом. Доверься Богу. И он поведёт. У меня есть такое выражение, это у меня много наработок таких, ниоткуда не взятое. Живой Бог отвечает на живую молитву живому человеку. Мы должны жить с проповедью, от смерти в жизнь. Дела наши должны быть от смерти в жизнь. Поступки знакомства и смерть от смерти в жизнь. Смерти нет. Какие у меня чувства здесь? Вот готовились к нам их поездки, а люди некоторые поняли. Мы поняли вас, это Сергей Козлов, который умер, у него чувства это были. Я вас отлично понимаю. Вы хотите умереть мучеником? Я говорю, да. Ну, а эти-то с вами едут, они-то зачем будут страдать? А без них я никакой. Но я Бога прошу, он меня вывел живым. И все мы вернулись живые из Чечни, из Турции. Шесть мусульманских республик. Мы не просто ездили, а встречались с людьми, оставляли книги в каждой республике. Это надо выпросить у Бога. Поэтому дома, когда прошли эту тему, вернитесь и смотрите за каждым стихом нужду человека. За каждым стихом ваши личные переживания. Вы можете вызвать в человеке такой запал, такую искру выбить, что пламенем вас охватит и вместе помолиться. Вот это чувство. И расскажи ему о беде, какая где-то недавно случилась на дороге. Представь, что там погиб ваш сын или ваша дочь. Какие у вас будут чувства? Ну, тревожные, конечно. Ну, давай помолимся. Написано, с плащущим плащи, с радующимся радуйся. Так, все, отошел. Следующая категория людей. которые говорят, что я ищу Христа, но не могу найти Его. Прокоримея, 29 глава, с 12 по 13 стих. И вас зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Евангелие от Луки, 15 глава, 7 стих. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет в одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Евангелие от Матфея, 18 глава, 11 стих. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Исайя, 55, 7. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслу своей, и да обратится к Господу, и Он помилует его и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Иоанна, 5, 44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которую от единого Бога не ищите? Вопросы? Следующая тема. Бог меня не примет. Я упустил благодатное время, я совершил, непростимый грех. Что сказать такому человеку? Евангелие от Иоанна, 6 глава, 37 стих. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню он. То есть этот стих должен человека утешить тем, что Господь обещает никого не изгнать. Никого не изгнать. Евангелие от Иоанна, 3, 16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть даже если ты совершил непростимый грех, если ты веруешь во Христа, в Его милость, то Богу не угодно, чтобы ты погиб. Он хочет тебя спасти. Пророк Исаия, 1, 18. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Вот еще одно обещание, что не нужно отчаиваться, Господь. Какие бы грехи страшные, красные, багряные, кровавые не были, Господь. Силен их простить и убелить. Деяние 10, 43. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Евреям, 6 глава, с 4 по 6 стих. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпавших вновь обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Ну вот этот стих как раз он ничуть не утешает. А как бы человек он может быть осознает, что он именно уже все. Но если у него такое чувство есть, значит не все. Значит надо понимать, что нет такого греха, который Бог не может простить. Ну кроме греха самоубийства. А как же тогда вот что опять обновлять покаянием, то есть они когда снова ругаются Ему, то есть он уже ругается, Бога хулит и грань перейдена, то есть не будет покаяния. В этом грехе человек не кается в Богохульсе. Бога хулит, оскорбляет, поносит и такому человеку нет прощения, потому что он и не кается в этом. Евангелие от Матфея 12 глава с 31 по 32 стихи. Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на сына человеческого проститься Ему, если же кто скажет на духа святаго, не простится Ему ни в 7 веки, ни в будущем. Ну, давайте порассуждаем. Когда человек утверждает вот так, что Бог меня не примет, я упустил благодатное время, я совершил непростимый грех, некоторые доправляют, я похулил духа святого, нет мне прощения, то есть это не то, то есть когда человек говорил, я похулил духа святого, и он как бы, это значит, что он не похулил духа святого. Тот, кто похулил духа святого, тот так не скажет никогда. Поэтому и нет на прощение. Значит, там что-то другое было, какой-то другой грех. Написано, хулана духа святого не простится ни в 7 веки, ни в будущем. Пожалуйста, вопрос. Да, пожалуйста. А вот это, вот это я не понимаю, что это обозначает это духа, на хулана духа святого? Вот я не понимаю, сколько это и не понимаю, сколько лет уже и до меня не заходит. Ну, желающий ответить, Володя, давай. Просто когда ты видишь, что человек делает доброе дело, а ты говоришь, что это у него доброе дело от дьявола. Вот это есть хулана. Притом, это, как говорят, не раскаянно. То есть, человек, в этом не хочет каяться, что он именно лжет на этого человека. Как вот на Господа говорили, ты, говорит, исцеляешь силу везде вула, хотя видно, что это дар у него от Бога, он сам есть Господь. Ну, и множество таких примеров можно привести. Да это обман. Это обман. обман. А тут же видишь, тут-то что-то, тут-то все же духовное, тут-то все же духовное, это связано с духовным, с небесным, на Духа Святого. А какие святые отцы об этом говорят? имена их можно? Можно сейчас просто это кто-то зрячий просто выбить это, это как понять хуление на Духа Святого. У блаженного Феофилакта это есть разъяснение. Откроете блаженного Феофилакта, почитайте. Блаженного Феофилакта, да? Феофилакт болгарский архиепископ. Феофилакт. Так, ну что, дальше пойдем? Следующая категория. Людей, которые говорят о себе уже слишком поздно. Что им можно сказать? Второе Коринфянам, шестая глава второй стих. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе. вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Евангелие от Луки, 23 глава, 39-43 стихи. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же напротив унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же. И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не делал, не сделал». «И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда приедешь в царствие Твое». «И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». То есть этот стихий говорит, что кается никогда не поздно. Вот. И в пример нам поставлен этот разбойник, который уже вися на кресте, признал свою вину и исповедовал Иисуса Господа Христа. Второе послание Петра 3.9 «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медление, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Этот стих говорит о долготерпении Божьем и что Господь ждет нашего покаяния и что кается, еще раз повторяю, никогда не поздно. Пока сердце стучит, Господь стучит в двери и просит, чтобы пустил туда человек его. А без покаяния в злых делах, в грехах, конечно, Господь, Дух Святой не войдет в это сердце. Отчаиваться не нужно, говорить не нужно, что все уже слишком поздно, я столько дел накрутил, что Господь меня не простит. Простит. Вопрос такой, то есть можно покаяться в душе, да, и не успеть, даже не будет времени на дела, чтобы подтвердить свою веру делами, Господь все равно простит, правильно? Ну, пример вот этого разбойника, это подтверждает, почему? Ну, некоторые говорят, ну, это же несправедливо, вот он всю жизнь грабил, воровал, убивал, а тут на тебе ему такая легкая, как бы, я тоже так хочу, буду сейчас всю жизнь, а потом раз за день до смерти покаешься, как это разбойник, не покаешься, потому что ты не знаешь день смерти, а Господь знал этого сердца разбойника, если бы он бы остался жив в тот момент, не распяли бы его, допустим, он бы никогда уже этого не делал бы, поэтому и Господь говорит, ныне же будешь со мной в раю, он в раю, уже уже не тот человек, уже все, уже сердце у него не разбойника, кто крал в предник ради, больше трудить своими руками, дабы было из чего делять нужда, то есть, он уже думал, что вот сейчас, если вот там амунистия, я больше никогда, никогда буду бедным помогать, все, что, так он, наверное, мыслил, все, кому, что сделал, воздал в четверо, помните, как Закхей тоже говорил, мутарь, вот, другой вопрос, что, если, допустим, на исповедь не сходил, написано же, кому простите, тому простятся, на ком оставите, на том останутся, вот, почему не сходил, не успел, убили, тоже, понятно, Господь будет судить, не нам, наши мысли, не мои мысли, не ваши мысли, говорит Господь, поэтому тут, нам хочется, чтобы искренно раскаившихся людей Господь простил, и мы молимся, прости ему, Господи, когда молим, молитва, упокоение, упокой душу, его, хочется, конечно, по человеколюбимому, его молим, и надеемся, что и за нас кто-то после нашей смерти будет так же молиться, а там как, есть такое мнение, что люди, когда окажутся там, за чертой уже, и будут удивлены, думая, что вот этот человек точно спасенный, он окажется по другую сторону воду, а те думали, что вот он праведный такой, а окажется, наоборот, мы не знаем духа человеческого, кроме самого человека, мысли не можем читать, только господь, он может там творить добрые дела напоказ, а может нам кажется, что он злые дела делает, и мне нравится как раз вот житие твоего, житие преподобного Виталя, там, пример очень, она хорошая, почитатель на этот счет, все думали, что он ходит в дом терпимости, все осуждали его, а оказывается, он, ходил туда блудниц, обращал веру в Христов, и на похоронах эти блудницы ходатайствовали за него. Да, пожалуйста. Это, есть же, в Иване есть, это, притча с работниками, что сначала с утра взял на работу, потом в обед, и потом уже под конец вечером оплата всем подзагинали каждому. Вот это же то же самое, тоже и это, ну, за покаяние, вот это же, когда там, это, даже, может человек и умирать, да, и уже на смертном андре покалился, и, и, ну, тут-то, видишь, в этой притче все добрые дела делали, хоть час он последний, но он делал эти добрые, он работал в винограднике, а брат Виталий спрашивает, а вот не успел человек добрые дела сделать? А главное, чтобы покаялся. Покаялся. Ну, а как, это так само, как говорят за вещи, одетые, говорю, а если человек тонет, так, упался и тонет, и опа, обращается к Богу, как же, ну, ты тонешь, ты же раздетый, так же самое, но как он умирает, как же его сделать доброе дело? Главное, чтобы он искренне покаялся. Так, ну, еще вопросы, может, кто-то хочет сказать, пожалуйста. Так, дальше читаем. Книга Откровений, 22 глава, 17 стих. И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший, да скажет, приди. Жаждущий, пусть приходит, и желающий, пусть берет воду жизни даром. Книга Второзакония, 4 глава, 30-31 стих. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в последствии времени, то обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь и послушаешь гласа его. Господь Бог твой есть Бог благий и милосердный, милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета с отцами твоими, которые он клятвою утвердил им. Еще одно место говорит о том, что Господь обещал простить всех, кто придет к нему с искренним покаянием. Порок Исайя, 1 глава, с 15 по 18 стихи. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научитесь сделать добро. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряная, как снег, убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну, убелю. Видите, в начале стиха говорит Господь, я закрываю от вас очи мои, а в конце все-таки, говорит, как снег убелю. Видишь, когда вы простираете руки ваши, закрываю от вас очи мои. Почему? Молится же человек, вроде как, кается. а вот неискреннее покаяние. У меня в свое время, когда я крещение принимал, меня тронул очень сильно стих Лука 3,7 «Сотворите же достойные плоды покаяния». И вот здесь вот как раз в Исаии говорится о недостойных плодах покаяния. То есть человек молится «Господи, прости», а сам потом дальше пошел. «Господи, простил, сам дальше тот же самый грех делает». Нету слезного истинного покаяния. А какие плоды? А вот кто крал, впредь не кради, а трудись своими руками, дабы было из чего уделять нуждающимся. То есть напротив воросла милостыня. То есть противовес. Пьянствовал человек, теперь воздерживайся даже от воды. Блудная страсть обуявила, воздерживаяся от жены, так уже ситуация. То есть плоды покаяния, достойный. Вопросы нет по этой теме что мол уже слишком поздно. Поздно и все. Нет, никогда не поздно. Просто буду прийти. Следующее. Как поступать с теми, кто обольщает себя ложными надеждами? Первое царств 16.7 Но Господь сказал Самою, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отрину его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. Евреям 11.6 А без веры угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы пригодящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Деяние 24.25 И как Он говорил о правде, о воздержании, о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Не совсем понятно, как эти стихи относятся к теме. Евангелие от Иоанна 6.29 Иисус сказал им в ответ «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Иоанна 16.9 «В грехе, что не верует в Меня». Иоанна 3.36 «Верующие в Сына имеют жизнь верующую, а неверующие в Сына не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Евреям 10.28 28.29 «Если отвергшийся законам Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь текчайшему думаете наказанию повиден будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и духа благодати оскорбляет». Деяль 4.12 «Ебо нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись». Иеремия 33.3 стих «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Вопросы? Не совсем мне эта тема понятна. Давайте порассуждаем, что это такое ложные надежды. есть человек ложно надеется, что он попадет в рай, так я понимаю. Или что избежит ада. Это ложная надежда. у него, потому что не хочет соблюдать заповеди, жить во грехе. О этих надеждах речь идет. Баптисты же говорят, что мы уже спасены. Впрочем, они стараются жить по Евангелию, но иногда бывает и согрешат, но они все равно надеются на спасение. Не надеются даже, они уверены в этом. Может, вот это и есть ложное. Ну, вот Сергей Евтушенко еще одна версия у него, что это здесь речь идет об экономии. Писала экономия и экономия. таким широким путем идет, обращает тебя, что посты, можно и так, без поста, Господь милостив. Каноны, да кто их сейчас эти каноны соблюдает, обращает себя такими. Вот здесь все места писания говорят о вере почему-то. Вот эта сестра сказала за Бактиса, действительно же, они же это спасенные. И потом дает мне это, а он не читает книги, ну, времени нету, и дает мне книгу, там, за рай, за ад. И раз, когда левый рукав ада для баптистов. Вот это же действительно, у них же это такой же обман, что они же все решено спасенные. Они даже это не понимают, ну, я так с ними общаюсь, они даже не понимают, что причащаются. Ну, что я причащаюсь. А, они же говорят, вот это покаялись раз, и все. да, вот еще есть такое мнение, Елена Витинкова пишет, что главная любовь всех любить, и никакой работы над собой, никакой борьбы со страстями. Да, так называемые любвисти. Вот, и когда при них начинаешь кого-то обречать во грехах, они сразу ершатся, как? Вы не правы, надо всех любить. Всех люблю, никого не осуждаю, там, одним словом, если как категория людей. Ну, нам что гадать, у нас автор книги здесь, давайте ему зададим вопрос, Игнать Тихонич, о каких ложных надеждах, то, что мы перечисляли, все это и правильно, и вы имели ввиду, когда писали эту книгу, тогда не совсем понятны вот эти места писания о вере и как нам их сопоставить. Подробнее, пожалуйста, на эту тему поговорите с нами. Игнать Тихонич. о ложных надеждах вопрос у людей. Что это за ложные надежды и как с ними бороться? И как вот эти места писания не совсем понятны? Короче, таких людей очень много. А что я, хуже всех, что ли? Что я сделал? Бог милостиво просит. Вот сказали вы об экономии и все, что говорили, все правильно добавляли. Расширяйте круг поисков. Призовите сюда Проликова Романа Николаевича. Он отдельно будет разбирать один стих, другому дайте. Он любознательный такой. И глядишь, выяснится еще что-то. Уже все. Задача поставлена, ответ есть. Теперь ищите ход решения ее. Да я ответить вам могу. Я как-то, я говорю, выступал, вызвали меня в дом ученых, Академгородок Новосибирский, там одни ученые. Ну я сказал, вот вы задаете вопрос, такие сложные вопросы, и сразу получаете ответ. А я таким трудом добывал. А там один встал, профессор или там кто, и говорит, я сказал, завидую вам. Говорит, не завидуйте, как легко мы получили, так легко и потеряли. А раз я доставал с таким трудом, оно у все передо мной, перед глазами. Совершенно неожиданное решение приходит. А почему? Эти стихи приходят так, как беседовали. На что люди возлагают надежды? Надежды на свое. Не смотри, какого великого роста. Это духовно. Да я вот столько сделал, через меня столько людей обратилось к Богу. Это ложное все. Это обратились не от тебя, от Бога. Другое, да я все имения раздал, то другое, он надеется на это. Ложные надежды. Вся Вселенная Божия. Он говорит, все звери на горах мои, и пьюли о кровь козлов, которых приносите. Начинайте маленько шевелиться. Я могу ответить, на каждый стих разобрать, но они уже стихи написаны. Из них не выходи, бери этот стих, и теперь смотри, на какое примерно возражение, то, что у него ложная надежда. Он надеется на что-то? Самомнение? Эти стихи с каким-то, с одним из вариантов, они у тебя плотно соединятся. Начинайте работать. Отошел. Ну, давайте по порядку. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его, на высоту роста его. Я отрину его, я смотрю не так, как смотрит человек, а человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. Но с этим стихом понятно. Человек какой-то самонадеянный, высокого роста, ну, видно, не имеется в виду, наверное, рост не в сантиметрах, а положение какое-то, наверное. Потому что на вид его, видом он знатный, может быть, богатый. Вот. не смотри как смотрит человек. То есть людям кажется, что уж он-то все у него хорошо будет в жизни. А сердце у него может быть совершенно нечистое. Следующий стих. А без веры угодить богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к богу веровал, что он есть и ищущим его вознает. Вот кто по этому стиху желающий, пожалуйста, что это за люди такие? Они думают, что они без веры могут богу угодить? А как? Брат, можно? Ну, Да, конечно. Всем можно. Дело в том, что мы сейчас в чат-рулетке сидим, и нам такие люди встречаются, что он, я же добрый человек, обязательно в рай попаду. Я же добрые дела делал, я никого не убил, ничего не сделал такого плохого. За что меня в ад толкать-то? Вот эта стих относится, что без веры богу угодить невозможно, ибо надо, чтобы приходящий веровал, что бог есть, ищем его, он воздает. ну да, Наталья пишет, это относится к мусульманам, то есть они очень много добрых дел делают, и в богов единого верят, они, вера-то у них есть, но какая вера-то, не евангельская, здесь говорится о евангельской вере, без веры, без веры угодить богу невозможно, а есть категория людей, которые утверждают, что возможно. Сергей, ну вот наши православные, которые не рождены духом, они обрядные, они же тоже у них ложная вера получается. Да, хорошо Рахиль подметила, да, в обрядоверие, то есть он водичку попьет, которую мощи прополоскали, и все у него в жизни будет хорошо. Я говорю, это не православные, а это просто называются православными, а надо жить по-православному. Да, это категория лжебратья, то есть они думают, что они истинно веруют, в храм выходят, иконы целуют, свечки передают, записочки вот сегодня у нас как раз архиерей был, Игнаин Тихонич, вернее, не Игнаин Тихонич, а из его книги к истинному православию молодой диакон зачитывал как раз об этом, что то, что сегодня называется православием не имеет никакого обоснования на страницах Библии. А люди то думают, ну все же так спасаются, и что-то тут какие-то это какие-то сектанты, которые из Библии носятся, это тоже вот эта категория, видите, вера не та, то есть без веры угодить Богу невозможно, то есть без веры истинной, но без веры в Бога-то ну и подавно, как бы, ну атеисты тоже, которые не верят в Бога, да, они надеются, что добрые дела у них, ну и главное у них, ну я же никого не убил, то есть все, этого достаточно для спасения не считают, главное никого не убить. Писание говорит, гневающийся набрас, а я человек-убийца, только задумал, уже его пожелал ему смерти, до дела не довел, но уже человек-убийца. Так, дальше, деяние 24-25, и как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, теперь пойди, а когда найду время, позову тебя, вот это мне непонятно, о чем тут речь, давайте растолковывайте, братья. мир вам, это роман хроликов, но он просто понял, что ему говорят о наказании для него, и поэтому ему это было сложно слушать об этом, как вот у нас тоже бывает, что мы не терпим, когда нас обличают обличают, вот, вот так, вот он понял, что его обличают. То есть, он, Феликс, испугался, но дальше не пошел, он говорит, подожди, это не до тебя сейчас, да, ты все правильно говоришь, но как-нибудь я без твоих обличений обойдусь, то есть, он, когда найду время, позову тебя, он ложно надеялся на что, Феликс? Про Феликса же ты говоришь. Ну, это просто отговорка была, что потом, может, потом он бы скажет, еще потом, а потом и еще потом. Приходите завтра, да. То есть, внутри у него он ложно надеялся, что он без Павла, все как-то у него все нормально будет, что-то он пришел тут и говорит какого-то о правде, о каком-то воздержании, о будущем суде, так, что-то. О благовестии. Гей Павловичу надеялся деньги получить от Павла. Феликса, Феликс. И вот интересно, у него денежный был. включил микрофон. Я не сноцис, по-моему, у вас не подавляю. Вот, благодарю. Брат, можно дополнить? Ну, конечно, чуть-чуть. Дело в том, что, Феликс, почему пришел в страх, вот ты сам себя вспомни, когда ты начал читать Евангелие, как оно на тебя подействовало. Вот я пришел в страх, почему меня это побудило встать на колени. А другой человек этот выбор не смог сделать до конца. То есть, он пришел в страх, осознал, что, когда апостол Павел начал ему рассказать, что такое есть заповеди Господни, в чем человеку надо каяться, и совесть-то его обличила изнутри. Он понял во свете Библии, кто он есть перед Богом. Но дальше, что он не пошел, он не стал на колени перед Богом, не стал каять в своих грехах, а сказал, иди, я вроде как подумаю. На этом все и закончилось. А другие встал на колени, покаялся, и Господь его принял. Наталья Усатая, ты там что-то балуешься, на кнопку нажала, фотографии в чат посыпались. Благодарю, Володя. Так, Ольга Симоненко, вот по Феликсу, какой у него был денежный интерес, и какой ложный надежды, твое мнение, пожалуйста. Да-ка, Феликс, для чего Павла-то звал и слушал? Думал, выкуп за Павла дадут, он же в вузах был, Павел-то. И денежный интерес, конечно же, потом в страх пришел-то и отвечал, ну, правильно, я согласна с Володей, что дальше-то он не пошел, покаяния-то у него не было. Ну, то есть, обольстил себя ложными надеждами, что все обойдется. Да, выкуп ему дадут за Павла, он на это надеялся. Да, он же ждал, хотел же денег получить. Вы отвечаете каждый раз на вопрос, как вот этот стих относится к нашей теме, как поступать с теми, кто обольщает себя ложными надеждами. Вот, то есть, из этого стиха это как бы уже ответ человеку, который обольщает себя ложными надеждами. Нам сейчас нужно разобраться, какими надеждами отличать. То есть, это получается лекарство. А нам нужно теперь выяснить, какая у него болезнь. Чем этот человек болеет, которому дано вот это лекарство. Как раз швебролюбие у Феликса было. лекарство. 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 никогда не настанет. Да. Вот. Теперь понятно. Здесь говорится не о сребролюбии, не о Феликсе, а именно вот, пойди, а когда найду время, позову тебя. Вот в чем. Видишь, как? А мы тут колобродим вокруг да около, не можем попасть в точку. Ну и вот отговорка самая ложная надеющая. Да завтра, да когда состарюсь, тогда и буду в храм ходить. Тоже у меня был один недавно в чат рулетки беседовал с молодым человеком о смерти. Да когда это будет, да будет, ну ты веришь, что ты умрешь? Спрашиваю. Да когда это еще? То есть он, у него жизнь такая длинная, длинная. То есть я тоже себя в молодых вспоминаю, вообще о смерти не думал. что она никогда не настанет. 33 года смертная болезнь, тогда вот начал себе вопросы задавать, а зачем я вообще живу? Что дальше будет? То есть мы подводим, то что можно сделать сегодня, никогда не надо отлаживать на завтра. Откладывать, да. Да, откладывать на завтра. даже и подаяние, и все, помощь. Да, вот и можешь умереть, а не дал, например, человеку денег не дал, и так это не помог. да, вот и Виталий-то спрашивал, человек покаялся, а добрые дела сделать не успел. По уважительной причине не успел, или по лени? Если по лени, то Господь спросит. а если по уважительной, ну, то и понятно. Дальше, Иоанна 16,9. В грехе, что не веруют в меня? А, ну, давайте еще, Иоанна 6,29. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого он послал. То есть, вера названа делом здесь. Видите, то есть, и вера, и дела должны быть обязательны. Некоторые ложно надеяться, что одной веры достаточно, некоторые надеются, что одними делами он без веры в Бога может угодить Богу. А как может угодить Богу, если он в него не верует? Ему угождать никого не надо. Просто он надеется, что все будет хорошо, никакого воздаяния от Суда Божия не будет, никакого Бога нет. Ложная надежда. Так. Ну, час у нас прошел. Давайте, у кого вопросы есть, задавайте Игнатию Тихоновичу. Он с удовольствием ответит, как обычно. Игнатий Тихонович, отца Ноя, кто увидел из сыновей Нагова? Игнатий Тихоновичу. Игнатий Тихоновичу. Зашушухались и все такое. И он сказал отцу хаму. А эти прикрыли его. И чтобы не видеть наготы отца, они задом два сына. Сим и Афет. От Сима евреи, а все остальные белолиццы от и Афета. А я и думаю, как же так? Проклятый Ханаан проклят и отец его проклят. Это африканский континент египтяне. Вот так. Вот в Библии это написано. И увидел хам, отец Ханаана, наготу отца своего. И почему проклят был Ханаан, я вот не поняла, поэтому задала вопрос. Это в толковании так написано, да? Он увидел первый. Это сынишка, мальчишка пронырливая-то. И сказал отцу, отец его не отодрал, а видите, что сделал? Насмеялся. Понятно. Спасибо, Христос. Почему сегодня говорят хамство, хамит? Хамит всегда младше старшему, старшему младшему не хамит. Потому что хам, он сын. Это у нас в Башкирии имя такое хамит. есть. Это мусульманское имя хамит. Оно у многих есть. Игнатий Тихонович, Игнатий Тихонович, Игнатий Сергей, город Углидар, с Украины. Делюсь информацией. Сегодня беседовал с иеромонахом Дмитрием с Волыни, которого новая церковь, ПЦУ называется, Православная церковь Украины, прислала городу Углидар духовность поднимать. Ну, с духовностью у нас действительно вопросы есть. И вот он сказал, что с вами выйдет обязательно на связь. Но меня что настораживает. С одной стороны, он талантливый проповедник, учит Слово Божьему, толкует правильно по Святым Отцам Святой Евангелие, выступает с проповедью, разъясняет послания апостолов Евангелия, то, чего нету в нашем Свято-Тихоновском храме, где служит московская патриархия. Но он сказал такие слова, ссылаясь на авторитеты церковные, что, мол, женщина, если молится, то это не означает, что ее молитва не будет принята Господом, если на ней нет головного платка. Ну, и по этой причине я понимаю так, что у него певчие, все без платков, до единого. Я такую ситуацию наблюдал только в Сакарпатье в одном из храмов православных, где все молодые особы, ну, женщины в платках были, а девушки стояли без платков. Я потом спросил, что это такое, ведь апостол Павел говорил по поводу того, что женщина постыжает себя, когда молится без платка. И священник ответил так, что, когда они идут просто на богослужение, это позволяю им, а когда на исповедь, на причастие, то обязательно доложим в платке. Вот такая вот картина получается. Отошел. так, ну что, еще вопросы? или вы поэтому хотите что-то еще сказать, Игнать Тихонович? Что вы, без платков? Главное, на исповедь в платке, а так уж и пой, и молись без платка. Главное, молиться. Так они, если бы верующие были, надели бы платки, это безбожный хор, стихотворение такое есть, Игнать Тихонович. Эти женщины никогда в храм не ходили у нас в Угледаре. Это как те язычники, которые ничего не знали, но веровали во Христа. Им дали какие-то минимальные правила, хотя были и другие, но начали с малого. Это, брат, да просто сколько разговаривали за эти платки, то есть опять тоже самое поднимать, говорить. Уже просто обсуждали это. Ну и еще вопросы. Нету ни у кого ничего. Сергей, можно сказать, вот тут Сергей говорил о платках Геннадий Фас в лекциях и Бог, он говорит, что не нужно злоупотреблять, когда одна женщина задала точно такой же вопрос. Он отвечает на вопрос этой женщины Геннадий Фас. Он говорит, это может первый раз, когда человек призывает Господа, на нем нету платка, но Бог услышал его молитву, но это не значит, что нужно постоянно не одевать платок или только в храме, какая-то мимикрия. То есть женщина должна всегда покрывать голову. Это в лекциях он очень хорошо объясняет и о бороде, и о платках. Так как отвечает этот яромонах, это можно уже сказать чисто сектантское мнение. Так сектанты объясняют. У меня все. Можно еще вопрос задать? сектанты не могут объяснять так, что главное платок на причастие, потому что у сектантов и причастия нет. Они так понимают, что у них есть причастие. Это мы понимаем так, но они-то понимают, что у них есть причастие. Какой другой вопрос? Давай. вот тут было покаяние. Тему мы проходили и вот Виталий задал вопрос. А вот если человек, допустим, покаялся, а рядом нет священника, и как получается, Бог просил его покаяния и принял его, а для чего тогда священники? Священники должны же прощать грехи, прийти к нему на исповеди или призывать священника, если он уже на надре уже скоро отойдет другой мир, как тогда быть? Человек покаялся, но нужно священник, чтобы он разрешил его от грехов. Как без священника может человек отойти в иной мир, и Бог его просил, что ли? Вопрос Игнати конечно подуснул, наверное, не расслышал. Игнати Тихонич, Наталья, задай еще раз вопрос, еще раз. Человек умирает, он на одре лежит, он скоро отойдет в другой мир, и он покаялся, уверовал во Христа, но рядом нету священника, Бог принял его покаяние, он его простил, или все-таки должен прийти священник и разрешить его от грехов, ну и причастить его, если это возможно, или нет? Должен прийти и причастить. Спаси Христос, я так и думала, я так и рассуждаю, потому что... А если нет возможности позвать священника, нет его, просто физически невозможно его позвать? Вот это я имела в виду, если физически невозможно священника позвать, нет его, или где-то в Германии, или я не знаю где, но нет священников, как тогда быть? Ангелы, ангелы это делали. Да можно Мирянина вроде как я слышал исповедоваться. Подробная ситуация. Да, но разрешать может от грехов только священник, рукоположенный. Подобную ситуацию надо разыграть до того, как это случится. Вот у нас батюшка есть, а если батюшки не будет, как мы будем? По Схозской Патриархии мы не идем и никогда не пойдем. А сегодня у нас служил митрополит их. И когда еще только готовилось, а там это теперь на лет 15 назад признать акт каноническом общении, в это время мы собирались и выход был один. Мы категорически против всяких объединений, но мы покоримся любому решению, если оно будет принято, чтобы не выродиться в секту. Так прямо секты произносили. И получилось так, что сколько было общин, а их было больше ста в России, осталось только две наши, которые не тронулись ни к кому Непашининовой юрисдикции, а их около 13. И упоминается наш первый иерарх Иларион Капрал сегодня. Своими устами произносит местный митрополит, сегодня я причащался здесь от него непосредственно в Московской Патриархии, но мы туда не идем. А вот если не будет батюшки, вот сегодня они выходили, когда я тут был бывший секретарь епархии Сергей Беляев. Я его задержал и говорю, если батюшки у нас не будет, то мы придем просить вас, чтобы архиерей дал, а мы уже говорили об этом, чтобы он пришел, совершил службу, и мы могли причаститься не чаще, чем четыре раза в году. Вот и все, вопрос уже решился. То есть заранее надо обдумать, а как будет? Будет у нас какое, ну ладно, мы в России живем, тут в любом. Вот у меня, допустим, случилось бы такое, я совершенно никак, нигде не обитаемый остров Мальта где-то, ну дальше там еще взять, я допускаю, что мог бы причаститься, призвав католического ксенза, я их признаю, или армянского пастыря, вот эти пять коптые сирийцы, раз их признаем благодатность, а остальное уже вне рассуждения, я отхожу, приступаю с верою, меня осудят за такое рассуждение, все будут судить, но ни патриарх меня не осудит, ни архиерея, ни один не посмеет, почему? Моя церковь единая, разделенная, разделенная, церковь единая, двух церквей Христос не создавал, ну это каждое отделение, так скажем, свое, а если совсем нету, совсем никого нет, необитаемый остров, ничего помолился и Богу предоставить как ему угодно, от нас не зависит это, зачем туда ты залез, зачем? Вот были немцы сосланы здесь, в Казахстан, и вот немецкая семья, у них там детей, я сейчас не знаю сколько, наверное, четверо было, когда их стали освобождать, куда ехать? они ставили только один вопрос, куда ехать? Чтобы там была церковь и детский кружок, чтобы детей не потерять, и они нашли это, в Караганду приехали, и дальше вот этот Геннадий Пас родится один из ребенок, один из ребятишек, вот что надо искать, не то, что там от мужа убежало, или еще что-то сделать, а только то, что Бог открыл, мы заранее должны об этом думать, и они нашли такой город, Караганда, немцы, Менониты, а он принял православие, тут Бог его и настиг, в любом вопросе заранее надо обдумать, прежде чем идти куда-то войною, сядь и посчитай, сможешь ли построить башню, чтобы над тобой не стали смеяться, я верующий, я должен это был обдумать, поселиться там, где есть возможность встретить священник, а если не будет, тут еще уже не сделать, вопрос снятый, как есть, так и пойдет, все, еще 26 минут, Сергей, призывай на молитву, так, технические вопросы, еще вот, Наталья, это ты добавила, а у меня сейчас группа 46 человек получилось, это мне нужно будет до 24, в следующий раз по одному вышелкивать всех, если человек не подал заявку на занятие, то если его добавляешь пустую, то потом в следующий раз мне приходится его опять вычеркивать, поэтому с этой новой программой даже не знаю, как это делать, помолитесь об этом тоже. Тут, Сергей, дело в том, что вы удаляете, а вот у них нету этой группы, да, а если нету контактов, то есть в группе, то никто и не может их подключить, или они там на литургии сейчас, да, они не могут быть на занятии, они где-то на половину занятий подключаются, вот кого я подключила, смогли подключиться, да, а потом, если их не будет, да, их нужно это удалять, или кто-то, чтобы из чата их подключал. Я буду удалять, а вы подключайте, потому что если я их не удалю, я не могу группе всей позвонить, то есть вот сейчас вот 46 человек, это мне каждому одному, допустим, я могу одним звонком только 24 охватить, вы должны это понимать. То есть я, вот группа сейчас 46 человек у нас в чате, из 46 у нас здесь 26 присутствует, а в списке 46. То есть еще раз говорю, что мне надо вот из 46 к следующему занятию до 24 всех вычеркнуть, чтобы позвонить сначала 24, а потом сверху вы тогда сами добавляйте. они мне пишут добавки, добавки меня, а я-то их вычеркиваю, потому что если я их не вычеркну, я не могу всем позвонить, прежде чем не вычеркнуть. Ладно, молимся, все, разберемся. Помогайте тогда потом, по ходу занятий добавляйте друг друга сами. как у вас это получается, я не знаю. Достойно Достойно есть я кого истину вложить дитя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога Нажига честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим без истления Бога Слова Рошую сущую Богородицу Та величаем. Молитесь, Игорь Михайлович. Любящий наш Отец Небесный, мы желаем прославить Твои дивные дела из этот воскресный день, столь богатый, насыщенный. Благослови митрополита Сергия и всех приходящих сюда. Я прошу тебя, Господи, защиты наших сокровищ в интернете от недобрых людей, желающих сотворить злодейство. Господи, положи на сердце многим, чтобы они молились, дабы этого не случилось. Милости Твои не отнимай от нас и с миром распусти нас, Владыка Неба и Земли. Тебе, Господи, слава, хвала, честь и поклонение, единая вечная Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.